Нету дороги. Не чистится вообще. Штурман КамАЗа Любовь Чигиева помогает мужу надеть цепи на колеса. Без этих железных помощников, говорит женщина, водитель не сможет преодолеть перевал. Десятые сутки в пути. Супруги едут из горного Алтая в Абакан. Снегопад и гололедицы застали их в дороге. Дороги нету никакой. Снег чистить надо. Буксуем второй день. Как дальше собираетесь ехать? С степями сейчас попробуем. Плохая видимость, гололедица и огромное количество снега на дороге затрудняют движение. На Буйбинский перевал и по хорошей дороге большегрузом подняться непросто. Водители говорят, трассу практически не чистят. Сейчас мы едем по колее ни вправо, ни влево. Одна колея. Как разъехаться с автомобилем, просто непонятно. Федеральная трасса. За последнюю ночь в районе природного парка Иргаки выпало более 70 сантиметров снега. На трассе гололедица. Гружёные фуры просто стаскивают с дороги. Водители возмущены. Сейчас начала действовать система Платон. Один километр пути большегрузом обходится в 1 рубль 30 копеек. Люди не понимают, за что платят деньги. Деньги сейчас собираются, чтобы мы деньги платили. А дороги-то, как видите, даже не чистят, ничего не делают. Ехать никак бесполезно. Водители обвиняют подрядчика, который обслуживает этот участок. После перевала дорога стала заметно чище. По этой трассе уже другой подрядчик, по этому участку трассы. И, соответственно, мы видим, что здесь уже нормально можно проехать. Дорога чистилась и чистится. Ещё один сложный участок – подъём в гору Думная. Был перекрыт в течение 30 минут. Гружёный КамАЗ перегородил дорогу полуприцепом. Большегрузы и легковые авто буксуют и не могут преодолеть даже небольшие горки. Скорость движения не превышает 20 км в час. В ближайшее время на территории Юго-Края погода не изменится. До середины следующей недели синоптики обещают оттепель и снег. Ольга Максюшина, Алексей Фролов. Новости. Субтитры создавал DimaTorzok